Девушки отдыхают Странно О, как чудесно вокруг Как хорошо, что я вернулась на родину Здравствуйте Добрый вечер Ну, с чего начнем? Тамара Петровна, не могли бы вы рассказать, как девочка из провинциальной Калуги оказалась во ВГИКе? Как тысячи, сотни, тысячи молодых людей, которые стремились вырваться из родных пенатов и учиться кто какому ремеслу, кто какой профессии Ну, надо сказать, до восьмого класса я училась в нормальной школе, ну, в дневной я называю нормальной А девятый и десятый в школе рабочей молодежи По семейным обстоятельствам Почему? А потому, что я самая старшая в семье Нас четверо собралось уже А вот И в те поры, восьмой, девятый, десятый класс родители платили по 150 рублей за год Платные были А мама меня пилила этот восьмой весь класс Папка один работал, шофер И она пилила восьмой весь класс Иди, иди в техникум, иди работай А я вот такая вот пигалица Я потом, когда в институт поступила, я выросла на 14 сантиметров Сразу А семья переехала в Калугу И я стала болтаться по всей этой экологии Чтобы меня куда-нибудь приняли на работу Потому что я хочу учиться в школе И носила все время с документами со всеми Вот В отчаянии я там Литейно-механический завод есть такой В Калуге Я думаю, вот здесь точно есть школа рабочей молодежи Надо сюда проникнуть А как? Военизированная охрана, как и проникнуть все Я вокруг Территория колоссальная Короче говоря, нашла дырку Проскользнула на территорию И боялась, что меня сейчас выгонят отсюда И я так старалась уверенно так идти А сама, ну в чем душа держится вообще Как бы мне скорее скажу Потом смотрю, страшное-страшное здание Просто, ну жутко совершенно запущенное такое Думаю, все Это или поликлиника, или школа Я не ошиблась Это школа Я в нее Прошла-прошла, никого нет Потом какой-то кабинет открыла Там сидит мужчина В таком военном френче Вот, оказался директор школы Я говорю, вы знаете, что вот я была вот в этом Мне обещали вот Правда, справки у меня еще нет Но вот мне обещали взять И я обязательно вам принесу Через неделечку справку Пожалуйста, возьмите меня в школу Он так посмотрел Я с годами потом отматываю часто Вот эти взгляды, которые Раньше я не понимала просто Почему так смотрят И ему, наверное, так жалко меня стало И, наверное, понял, что Господи, так лихо ей Так лихо Надо ей помочь Он смотрел, смотрел Говорит, слушай А ты могла бы быть библиотекарем? Я говорю, ой, я не знаю Я тебе буду платить зарплату Настоящего библиотекаря Я говорю, ой Иди посоветуйся с родителями Если они согласны Я говорю, они согласны, согласны Тогда иди за документами Я говорю, они у меня с собой Короче говоря, все у меня с собой Все, я тут Все, значит так Ты принята в девятый класс Будешь учиться Вот, утром будешь библиотекарем С одиннадцати до пяти А потом с шести начинаются занятия До одиннадцати вечера Педагоги все были великолеп Все абсолютно Меня мучают только одним вопросом А скажите, пожалуйста У вас правда была Отшала человеку Джава Преподавала литературу? Да, правда Правда преподавал Приходил в этот класс Смотрел на всех Закрывал журнал Говорит, ну так, ребят Это у кого будет время Сами прочитайте Давайте проговорим За жизнь Он так рассказывал О Блоке О Толстом О всех писателях Потом художников касался То есть мы получали ликбез Просто ликбез И все Розиновы рты Его слушали Много лет спустя Когда была премьера В Ленинграде Тогдашнем Меня, значит Вызвали туда На премьеру И мы в гостях У друга Швейцера Эмелькина Режиссера В воскресенье Владимира Яковлевича Венгерова И вот его жена Галюня Мы с ней очень подружились Просто подружки были И вот гости Гости должны подходить Ну все там Ой, какая я Какая я А мне это вот Нормально реагировало Я как-то Вообще странная Я вообще не похожа На артистку Которая Потому что я артистка И Галюня говорит Говорит Ой, Сюма Сейчас придет Такой человек Такой человек придет Ну это просто А там уже И Боков И Некрасов И кого там только Кого там только нет И Ахмадуль Боже мой Для меня это конечно Вообще Звонок в дверь Я говорю Галюня Я открою Я побежала Открываю И застыла На пороге стоит Улад Шалыч И так Он смотрит Смотрит на меня Говорит Ну что ты перевугалась Тома Ты не ученица Я не учитель А ты ух какая Ты ух какая Вот такая вот Встреча С ним произошла Ну вот собственно говоря Вот так вот Два года Работал на производстве На производстве Я библиотекарь В школе Да То поступление В институт Без конкурса Как ни странно Но я была такая Обезьяна Я за учителями Все передразнивала Повторяла за ними Вообще все Все имя Говорит Ну-ка Игдарский Ну повтори Что я сказала И я все повторяла Говорит Ну надо же Ну иди на место И вот так вот Это самое Я не уча уроки Все учила И вот педагогическое Только надо было Выбрать факультет И подружка говорит Слушай Как у тебя институт Тебе надо на артистку Вообще учиться Ты что Говорит С ума сошла Я и артистка Ты обалдела Куда я поеду Вообще Ты что Мамки написали записку Мам не ищи В милицию Не обращайся Я уехала в Москву Потом сообщу Я в поезде Учила Этот отрывок Из молодой гвардии Которую я ненавидела Просто Господи боже мой Слава богу Я вот так Открыла Пальцем Тоткнула Ну че Ну че Встречи Любки Шевцовой И Сергея Тюленина Я че Раз, два, три, четыре Дай Вот столичка Или столичка Вот столичка А вот столичка Выучу И все Вот это я учила 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 Думаю Басим какой-нибудь Придумаю Это все Дождь Проливной стеной Киевский вокзал Ночь повела на улице Естественно Под этим дождем На черта похожи Волосы вот такие вот длинные А платье Штапельно-вискозное Солнце Клеш Представляете На что оно было похоже И вся я из себя Артистка Прихожу в этот самый Институт И говорю Вот пожалуйста Вот мне документы Все приемы документов Закончен До свидания Уже такой перебор Так много народу Что все 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 Не принимаю Я в коридор Такая Ну несчастная Разнесчастная Думаю Ни за что домой Не вернусь Ни за что Завербуюсь на Дальний Восток И буду ловить рыбу Все Все Когда я уже поступила И вот Володя Прокофьев Который тоже поступил Его друг тянул В институт Говорит Да нет Я английский завалю Не пойду Не пойду Не буду Вот Я завербуюсь На Дальний Восток И буду ловить Это фантастика Представляете И мы вместе С ним поступаем Вот На первом курсе Я его просто Терпеть не могла Потому что Нас поставили В паре танцевать А у него Не лады были Он все время Не музыка И мне Я самая первая На курсе Познакомилась С кинокамерой Ренита и Юра Григорьева Снимали свою Дипломную картину Посвященную Международному Вот этому Фестивалю 57-го года И там Француз Жано И русская девушка Катя Ренита говорит Ой Я Тамара увидела Ну прям Вот то что надо То что надо Наив Ну то есть Ну А ребят Отправили на Целину Говорит Усюма счастливая Ялта, Одесса, Сочи, Сухоми Батуми Теплоход, Победа И обратно Этим же рейсом И за это время Мы должны были снять Картину Я говорю Ребят Я вот снимусь В этой картине Обязательно к вам приеду Когда мы закончили картину Меня значит Везде и всюду Приглашают Кажут фестиваль Героиня картины Дружба народа Франция Ну да Все Я говорю Вы знаете что Ренита Вы меня извините пожалуйста Мне надо Ехать на Целину Ты же детка Обалдела Какая Целина У нас премьера У нас такое событие Международного Значения Как это так Я говорю Меня ждет курс Вот приехала И там все вузы Советского Союза Меня встречали Как космонавта Как Гагарина Ура Приехала Молодец Герой Через секунду Идиотка Куда ты приехала Чего тебе тут Не хватало Она там В Москве В фестивале Все Она приехала Господи Есть нечего Место Дорога была Умощена Наверное Вот таким вот Слоем Пшеницы Хлеба Нет Только ржаной Есть это было Невозможно Какая-то глина Куски глины Там и все такое Трехсменная работа Кто на асфальте Кто туда Говорит Ну что нам с тобой делать Говорит Давай тебя в столовой Определим Я говорю Куда угодно Давайте меня определять И вот определили Меня в столовую И я по ночам Тоскала ребятам На ночные смены Сейчас уже можно говорить Еду Только Пожалуйста Вообще Не проговоритесь А то мне Мало не покажется И потихонечку Помаленечку Так как весь курс Целиком полностью Был И я как-то Сострила внимание На этого Прокофьева Ой, а степи Это такой красоты Пространство Невероятное совершенно Я заглядел Там еще какие-то были Столбы Такие Какое-то Оптическое явление Что-ли Непонятность Совершенно красоты Ну Сказочная Сказочная Вот И я была Восхищена Этими Пейзажами И вот смотрю Какая-то фигурка Потрясающая фигура Плащ Развивающийся Я так Иду Иду Потихонечку Думаю Боже Как интересно Как здорово Подхожу ближе Ой Володя Прокофьев Господи Тоже мне И буквально Через какое-то Коротенькое время Вот тебе и Володя Прокофьев 48 лет Мы с этим Володей Прокофьем Тамара Петровна Как вам доверил роль В своем фильме Марлен Хуциев Два Федора А то же самое И сколько же вам было лет Когда вы сыграли Такие сложные взаимоотношения С маленьким мальчиком И любовной Согласной мужчиной А что там играть-то Господи Я сама В том же возрасте Сколько мне там 18 лет И все Вот Колька Чурсин Мы с ним дрались Все время Бесконечно Абсолютно Оно полегче Барышня Вот попадись Попадись Мне еще Ты что это размахала Тебя они спросили Чего устарилась А что Запрещается Молодая еще Так смотреть-то Подрасти надо малость Сам вольно стар И шусы отрастил Таракан Угу Куцыев Еле-еле уговорил Шукшина Он говорит Я не артист Марлен Не приставай ко мне Я вот режиссер И все Четвертый курс У него был режиссерский Не-не-не-не Никаких съемок Никакого артиста Не буду Вася я тебя умоляю Без тебя не будет Картин Короче он ее уговорил Потом нашли Этого чудесного Совсем Колька Чурсина Меня случайно Это уже утвердили Как раз я заканчивала Съемки вот Дороги на фестиваль И мы в час ночи Им надо какой-то клуб Какие-то флажки Чтобы украсить Этот пароход наш И так далее И в ночи уже все И как Хуциев вспоминает Он меня увидел Он прокаживался И у него не было героини На два Федору Я стою там Он потом это рассказывал Говорит Господи я смотрю Такой силуэтик Такая просто как Продолжение какой-то скульптуры И это все в ночи Это так романтично Вот это мне и нужно Здравствуйте Здравствуйте Меня Федором зовут А я Наташа Пойдемте потанцуем Пойдемте Я так растерялась Или нет Я не хочу Не буду Мы все боимся Ольгу Ивановну Она сказала Если хоть кто-нибудь Будет шастать По киностудии Выгонялась Позорной кличкой Киноартистка Пока не научитесь Говорить Ходить И хоть какие-то Азы профессии Никто никуда Не пойдет Я говорю Ой пожалуйста Ну тогда Я конечно очень хочу Ну говорите пожалуйста Ольгу Ивановну Он поехал Стал уговаривать Ольгу Ивановну Ивановну сказала До свидания До свидания До свидания Ну я вероятно Настолько запала И ему может Нужна она И все Он приехал Дождался Конца Весенней сессии В Афгик И Кольги Ивановне Говорит Я у вас умоляю В каникулярное время Я ее отсниму Живую здоровую Привезу обратно В Москву Все будет в порядке И вот так Она меня отпустила Но сказав Если хоть на день Опоздаешь И те же самые слова Я не на день Я на месяц Опоздала Вот Ну короче говоря Картина состоялась Пойдемте погуляем Пойдемте Погода хорошая О Знакомьтесь А мы уже знакомы Здрасте Мы иногда встречались У меня на огороде Кажется Случались у нас Небольшие неприятности Ха Ну и обижайся Чего там обижаться Такое ваше дело Хозяйское Я тебе целую корзину Яблок подарю Давай Пригодится Слушай малый Сходи-ка в кино Сеньку Хребатов Позови с собой Вместе сходить Ладно? А ты? Я? А потом приду Есть До свидания До свидания Первоначальное название Было Два Федора Многоточий И Наташа А в те времена Министерство культуры Одесское Перешло Под Украинское Ведомство А там Говорят Ну что он Название Комедийное Два Федора И Наташа Это же камень А ваша драма Усё Ну вот так вот Да пожалуйста Тамара Петровна Скажите пожалуйста Когда вы учились в школе Влад Куджава За вами ухаживал? Ну Хороший вопрос Замечательный вопрос Прошли годы И когда мы сняли уже Два Федора Тодоровский был Оператором Вот И в доме кино В холле Мы стоим Не помню Как это премьера была Что-то такое Стоим в холле И Тодоровский Пётр Ефимович Говорит Слушай Влад Скажи Неужели ты в Томку Не был влюблён Привет Говорит В неё все были влюблены Ну чё ж ты Ну как-то Учители Это И учили Это сейчас Всё Бабушка И внучок Всё Нет 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 У нас Замечательные Дружеские Такие Нежные Нежные Отношения Конечно Я его Боготворила Конечно Это всё Вот такая вот История Замечательная Тамара Петровна Режиссёр Картины Воскресенье Михаил Швейцар Сразу вас Разглядел Катюшу Маслову Да он Я бы упор не видел Вообще Разглядела меня Его жена Софья Абрамовна Мелькина Софья Абрамовна Мелькина Четвёртый курс ВГИКа Вот И когда Началась эта история Пробовались Ну все Актрисы Советского Союза Все 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 Софья Абрамовна Обожала наш курс А я на курсе Играла характерные Там какие-то Роли И так далее Вот И она увидела меня Я играла сваху Женитьбе Гоголь Подушках Сотик Ну Жуть Смешная Просто невероятная И она приходит И говорит Слушай, Миш Такая девчонка Ну такая девчонка Давай, говорит Попробуем её Чем чёрт не шутит Говорит Ну давай вызывай Ну что делать Давай вызывай И они меня вызывают Я конечно Лариска Шипитька Дала Какой-то пояс Наряжали меня Всем общежитием Волосы вот такие Вот Вся из себя Вообще Каблучищи вот такие И я прихожу Нашла эту группу В воскресенье Вхожу И там мужчина и женщина Ну Софья Абрамовна То я знала А его то я не знала Вот И смотрю Такой на меня смотрит И я на Софью Абрамовну А он уставился И говорит Да Сонь Ты кого мне Привела Ты посмотри На кого она похожа Думаю Ничего себе Вот дядька Я такая хорошенькая Ему не понравилось А утянулась Ну еле дышу Вообще Ты хоть книжку-то читала Говорит Как выглядит Катюша Маслова Полная Даже Одутловатая Женщина Я говорю Читаю На тринадцатой страничке Ты говорит Не излезь А давай иди Говорит И читай Говорит Да ну вас С этими Вашими Пробами Не хочу И никакой Не Катюша Маслова Все Выбежала Из этого кабинета Софья Абрамовна За мной Говорит Детка Успокойся Мы все сделаем Без него Только ты Его на глаза Не попадайся И вот Однажды Вот такая вот ситуация Я вхожу В гримерную И там Восемь актрис Одна Крашит Другой Такие Прям Ой Невероятно Я села на диванчик А меня уже Загримировали И я сижу Софья Абрамовна Говорит Сиди тут Никуда не выходи Я за тобой приду Я сижу И любуюсь Этими Артистками И так Даже как артистки Обсуждают Господи А это Смотри На кого похож Ой Ни стыда Ни совесть Приферлась Короче говоря Полно любви Вообще Внимания Ласки И в это время Открывается Дверь Входит Швейцар Мне бы А я в платочке В старой Катюше Мне бы Отвернуться Вот так вот Да И сиди себе Пришел Пришел Вот Так нет У меня Чего-то Все время На рожон Лежу И получаю По шеям Всегда Вот А я значит Наоборот Вот так вот Вставилась И он так Смотрит 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 В это время Входит Софья Абрамовна Он так Она Поняла Эту ситуацию Он говорит Слушай Соня А вот это Кто это Ой Миша Нет Ой Миша Не знаю Какая-то Пришла Истерику Такую Устроила Всех пробуйте Я хочу Пробовать Ну вот Сусан Заграмировали Ради Бога Ну вот Заграмировали Сидит Вот Да Говорит Слушай Чего-то Все-таки В ней есть Давай Ее вызовем На Кинопробы Ну как Хочешь Миша Хочешь Вызывай Хочешь Не вызывай И он уходит Она Ко мне Детка Нас допустили На Кинопробы Ух Шема Кинопробы Начинается С ключом От чемодана Купца Смелькова Предварительно Сговорившись С подсудимыми Бачкова И Картинкином Вы похитили Похитили Из этого Чемодана Деньги И перстень И разделив Похищенные И потом Вновь приехав С купцом Смельковым В гостиницу Мавритания Вы дали Смелькову Выпить Вина С ядом От которого Последовала Его смерть Может быть Вот Катюша Приходит После суда Выпивает Там чего-то Выпивает И закуривает Ты хоть Курить-то умеешь Я говорю Конечно Боже мой Господи Курить Че-то А сама Паники Жуткой Общежитии Накупилась Сигарет Девчонки Милые Надо быстро Учить Оказывается Надо уметь Курить Надо Давайте все Учиться У всех Все получается А у меня Знаете Вот То ли на нервной почве Я вот эту Сигарету Вот сюда И она у меня Заклинила И я вот так Вот качаюсь И вот так Куда подносить А это мне Помогло Косину Вот этой Катюши Масловой Волей-неволей Вот эта моя Неуверенность Ни в чем Как-то Свыше Мне как-то Помогали И в кадре Другие артистки Когда уже потом Пошла Сниматься Картина Вот эту сцену Должна выпивать Вино Мне в цинковую Кружку Наливали Уксуса И газированной Воды А за спиной Ой Ну она же Такая маленькая Ну что так Господи Ну как же ей трудно Ну что такое Вот такие добрые Добрые люди Так вот берегли И два года И каторги И невероятного восторга Вставай Вставай Каторная И встречи с такими Актерами Которые Я просто При них боялась дышать Георгиевская Масальский Свободь Матвеев Боялась Всех до смерти Боялась Я боялась С ними здороваться Я ждала Когда они пройдут А потом Я так Прошмакдук Наверное И все Это невероятно А эти Мхатовцы Принимали меня Прям по частям Как пошла Походка Голос А я стала Заниматься Голосом Регистры Разрабатывать Вот эти низы Потом уже Когда картина вышла А Тарасу Посмотрела Говорит Ну наконец Мне нашлась Замена Чтобы она была У нас В труппе Простите меня Дмитрий Иванович Я нехорошо Говорила Третьего дня Не мне Прощать вас Ну только Все-таки Вы оставьте Меня Зачем же Мне оставить Вас Да уж так Отчего так Ну так вот что Вы меня оставьте Это я вам верно Говорю Не могу я Вы это Совсем Оставьте Это верно Лучше Повешусь Я больше говорить Не буду Меня приглашали В Амхат Бесконечно Потом значит Через некоторое время Спустя Я играла Екатерину В грозе И русские люди В спектакле Вместе с Валентиной Васильевной Серовой А потом Симонов Сам еще Приходил на спектакль Говорит Слушай Военная тема Она совершает Подвиги Я говорю Какая война Какие эти Самые подвиги Она Скорей К Ивану Ивановичу К Ивану Ивановичу Я говорю Вы сами написали Сами не понимаете О чем это Пьезо Это о любви О любви АПЛОДИСМЕНТЫ И малый театр Меня разрывал На части Царев приглашал Сарёва, я сказала, что, понимаете, чтобы прийти в театр, я бы хотела просто войти в репертуар, вот, и чтобы отыграть хотя бы 2-3 года, а потом уже, а у меня тут фильмы, 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 я говорю, нет, благодарю вас, нет, 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 потом Равенский, который тоже меня видел в спектакле, он сказал, к ногам этой актрисы я бросаю весь русский репертуар, вот, и Паша Винник, вечная память, ему говорит, Том, ну что ты с ним не встретишь? Я говорю, Паша, почему я должна с ним встречаться? Ну, это же Равенских. Я говорю, ну и что? Он мужчина, а я женщина. Чего это я должна к нему приходить? Я не пойду. Говорит, ну, балда, ты представляешь, какие предложения тебе делаются, царские предложения делаются. Я обожаю театр, и всё равно, вот, в театре киноактера играла Катерину в Грозе, и потом всегда говорили, мы втроём играли, вот, говорит, А что такое-то, что такое веселье такое сегодня? А сегодня, говорит, Томка играет Грозу, Катерину. А когда другие артистки, все на цыпочках ходят, тихо, роль, трагедия, драма. В первом акте у меня все смеялись, зрители, а во втором все рыдали. Вот, я это очень любил, и меня увидел режиссёр официнский Борис Владимирович, который работал сначала у Завадского, но как-то не складывались самостоятельные работы, а он очень талантливый режиссёр, завербовался в Якутию, и в русский драматический театр стал главным режиссёром. И он там тоже поставил Грозу. И потом посмотрел меня в спектакле, подходит ко мне, говорит, Тамара, я умоляю, давайте, приезжайте к нам в театр, сыграйте, Катерина. Он говорит, что, 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 я не театральная актриса, я вот только кино, кино. Никакая вы не киноактриса, только театральная. Я всё-таки поехала туда, в Якутск, я сыграла в чужом спектакле, начиная от афиши, там у нас драма в трёх частях, у них приезжаю, трагедия в двух частях. Но коллектив потрясающий. У него была труппа театральная на базе Красноярского театрального училища. Какие талантливые люди, потрясающие совершенно. Три дня ко мне привыкли, говорит, ну не может быть. Ой, она сама гладит юбку. О, боже мой, как это? Столичный первый приезд известной артистки был туда, в Якутск. А потом, говорит, да не, она правда такая чудай какая-то вообще, просто невероятная совершенно. И вот я там у них, значит, сыграла. И потом труппа рыдала, когда я уезжала. И артисты прямо флакали, когда расставались. Мы много лет перезванивались, перезванивались. А потом, знаете, как вот с годами как-то... В своем театре киноактера я отдавала свои роли, я ходила в дирекцию Мосфильма. Я говорю, Владимир Николаевич, умоляю вас, ей-богу, пускай вместо меня вот сыграет это. Тамара, в чем дело? Что такое начальник актерского отдела? Ну, это просто уже все рамки переходят. Евгений Яковлевич, вестник, вечная память. До сих пор мы дружны с Ноночкой и женой его. Евгений Яковлевич очень нежно ко мне относился и ко мне и к Володе. Вот, так это было... Как он меня ругал! Боже, я столько глупостей насовершала. Столько глупостей! Как он меня бронил! Проклинал, на чем свет стоит! Представляете, это умница! Я устала от Ленинграда, устала... Там у меня крепостная актриса, День счастья, еще какая-то картина. Ну, не могу я в этом музее просто давить, он мне давит, давит. Не могу там просто жить. И мне приносит сценарий Донской повести. Я открываю страничку. О, Господи! Первая страница. В сарае лежала пьяная. Подол, платье. Был что такое на лице? Красивая женщина. Я закрываю. Я говорю, спасибо вам большое. Очень хороший сценарий. Но больше всего мне понравилась одна фраза. Красивая женщина. Благодарю вас за комплимент. Я не буду играть эту роль. И, пожалуйста, я родила... Чёртся, ну... А потом, где я отказалась, то говорю, моряки. Вот тут отвестника я получила по полной программе. О-о-о-о... До чего пор... Вот, позавчера одной артистке подарила 60 серий. А что, я сейчас заканчиваю. Я не жадная. Я понемножку, потихоньку... Вот. И я так одела. Я даже в своё время спасала Изольду Извейскую. Помните, наша красавица невероятная совершенно? Изольда, которую весь мир носил на руках. Я вместе с ней была, по-моему, в Аргентине. У нас вообще вот так вот щупали, трогали на меня. Говорят, ой, это всё. А почему вы с голым лицом? А я натуральная, губы яркие, вот такие. Макияж, косметика. Я говорю, волосы такие длинные, ну, вся из себя. И приезжает Изольда на родину. Ноль внимания. Ни звонка, ничего. Ни приглашений. Звоню. Я говорю, Изольда, милая, ты в порядке? Всё нормально? Я тебе, наверное, самая роль отдаю. Том, да ты что? Спасибо, я же ожила. Я же ожила. Я, начиная с юности, всем артисткам дарила роли. И до сих пор остановиться не могу. Мне говорят, слушай, угомонись, успокойся. Ты что? Евгений Вестник, он обожал Володю моего, с которым очень много работали они на дубляже. И я с ним тоже работала на дубляже. Особенно вот картина, которую я две роли сразу озвучивала. Одну такую, прям вот такую, всё. Таких прозрачных этих пенюарчиках ходит, приносит спагетти, а там одни мужики сидят. Муж на неё так смотрит, говорит, ты что, меня принесла вам покушать. И потом рядышком с Тёмой Карпетяном такая итальянка вообще, ну такое, бабцо, 13 детей и всё. Это невероятно. Наверное, многих интересует, как это делается. Сейчас увидим. Я не буду брать, вернусь пустыми руками. Обычно этим и кончается. Бедная малышка будет чудо, если она высосит хоть каплю. Только она одна и не умрёт с голоду, потому что её кормлю я. Поступай работать, приноси в дом деньги. Работать? А где её найдёшь, работу? Хоть наизнанку увернись, а семью обеспечь. Или убирайся. Я-то уж себе найду заработок. И вообще уходи. Убирайся. Катись отсюда! Тамара Петровна, в каких фильмах швейцера вы ещё снимались? К сожалению, немного. Вот после воскресенья я не могла отказаться от уникального предложения сниматься «Время вперёд». Это после Катюши Масловой, это босая пощебёнка, с этой тачкой. Я только приехала из Швейцарии. И вот в Керчи мы три месяца всё это дело снимаем. Вот это вот «Время вперёд». Ну и очень глупо. Обыкновенное хулиганство. Ну а ты-то что? Своей головы не имеешь, да? Он тебя водит, а ты за ним ходишь, как на верёвочке. Ну, ты не обижай моего товарища. Товарищ. Будьте сознательны. Ну раз дисциплинка, так дисциплиночка. Сказано, так сказано, по-большевистски. Ясно, Загиров, а? Не надо его. Загинка. Смойте себя вчерашний позор. Катись отсюда к кедрёнейшей матери. Ну так как же хлопцы мне подведёте? Катись. А вы придёте? Катись, за ради бога. Я надеюсь на вас. В это время мне германская сторона делает предложение сняться в четырёхсердейной картине. Я говорю, нет-нет-нет, я вот в Керчи буду сниматься, вот у режиссёра, которого я подводить не могу. И чтобы они были спокойны, Софья Абрамовна, я должна быть вот при них. При них и всё, потому что они меня породили по-крупному. Я вот так вот им благодарна, благодарна. Мы будем самолёт присылать в Керчь, вас будут привозить, увозить. Я говорю, нет-нет-нет, они будут беспокойны, а Софья Абрамовна вообще вот дю-дю-дю-дю. Ревниво и страшно. Вот мой артист и всё, тот никуда не пускает. Очень много она и навредила этим своим, потому что так вот схватят и всё. А там занятости, вот столечко, но никуда не пускала. Потом они начинают мёртвые души. И я, затаив дыхание, а я никогда не говорила, что я хочу, возьмите меня, как многие артистки, которые сами приходят, домой приходят, никто их не звал, сценарий вот царапывает, нет, я буду и всё. У меня не тот характер, я не умею этого. Я хотела даму просто приятную. Не даму приятную во всех отношениях, а просто приятную даму. Я уже стала работать, стала всё выписывать, как и что. И я вот эти вот всякие рюшечки, финтиклюшечки, вот эти одежды, перевела всё на сексуальную тему. Девчонка говорит, что, тебя всё время заносят в этот... Я говорю, ну а как же, это жизнь. Секс – это жизнь, это продолжение жизни. В каких-то рюшках ты видишь секс. Я говорю, а как же, не было бы этих рюшек, он бы не обратил внимания. Всё, идут у них пробы, всё утверждается. Нет и нет, нет и нет, нет и нет. А продолжаем разговаривать, они ей звонят, мне, детка, как ты, что ты, как Вовочка. Они уже снимают, они уже снимают, снимают. И так, так, интересно, интересно. И когда закончилась картина, я говорю, ой, ладно, признаюсь, я мечтала сыграть «Мёртвых душ». Просто, просто помирала, как хотела. Так что я тоже своего, свою чать лихо съела. Вот. А так, что ж. Расскажите, пожалуйста, о ваших подружках, в кавычках. Помните, кого вы так называли? Марка Бернеса, Николая Крючкова. Вот это подружки. И что вас связывало с ними? Всё, абсолютно всё. Начиная от взаимной любви. Крючкова мы звали батя, он меня звал дочей. Эти мои подружки – настоящие подружки, замечательные совершенно подружки. Вот и Андреев, Крючков, Санаев ещё. Санаев. А с Бернесом, он однажды приходит в театр, говорит, слушайте, ну как там поживает моя любимица? Говорит, а кто он? Говорит, Томочка Семина. Говорит, ну как, ну как? Он уже сколько картин снял, стольких странных была вообще, бог знает где. А всё с Володькой они мыкаются по углам, снимают комнатки какие-то. Говорит, как? Понимаешь? Это после воскресенья, после крепостной, Дня счастья. Говорит, ну ладно, он куда-то там пошёл, а я с трудной, я вообще не знаю, где, что там, что-то находится. Он пошёл, говорит, это что такое? Почему такая актриса? Ну это, короче говоря, устроили. Мы сказали, всё, 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 будет, 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 будет. Дадим квартиру, дадим, дадим, дадим. Через какое-то время он мне звонит, говорит, слушай, у тебя скоро будет новоселье, учти, я на диете, я ем только это, это, это и это. Я говорю, какой новоселье, какой что-то? Вот, ты на днях получаешь ордер. Я говорю, как? Вот так. Ой, это невероятно. И вот до последнего вздоха, как говорится, мы вот и дружили, и всё. Это невозможно. Это невозможно. Спасибо. Два маленьких вопроса. Как вам удаётся быть в такой форме, оставаться? И второе, как вы снимали с Передоновым и с... Господи, второе, как его фамилия? Андрей Мартынов. Вечный зов. Замечательный. Вот ваши пронзительные глаза и вот этот вот Кирьян, когда он выходит из... Да, уже 4 дня мы это снимали пронзительные. Это что? Рваные валенки, мороз жуткий, массовка. Вот, я 4 дня ничего не ем, не пью. Баба, ты мужчину здесь без ног, вы не видишь? Нет. И эта сцена стала сниматься, у нас был какой, пятилетний, что ли, перерыв. И сразу, говорит, снимаем вот этот... Ребят, вы что, обалдели? Это же, дайте мне к тулупу привыкнуть, к этим одеждам. Я от всего отвыкла, знаете, где походка, где что, эти жесты, туда-сюда. Узко говорит, товарик, ты рванешь со 100%. Я говорю, что значит рванешь? Вы просто убиваете меня. Короче, деваться некуда, съемка, съемка. И вот там массовка, они все рыдали. Рыдали, когда я проходила мимо какого-то рыночка, там валенки смотрела, а ног-то уже нет, все. Вот, как это все. Там бабы, ну, просто мужики там все плакали. Просто невероятно. Снимали мы замечательно. Андрюха не выдерживал, не выдерживал. Он как только меня видел, просто весь колотился, просто такой. И все, Анфиса, 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 Анфиса. Родимый. Вы такая стройная, такая милая. Вы занимаетесь какой-то особенной гимнастикой. А прямо с утра до ночи, ага. Прям вот хлеб мне кормить. Я понятия не имею. Я как со школы, знаешь, с понедельника уроки буду учить, с понедельника буду гимнастикой. Какая гимнастика, какое все. Я просто совершенно такой, ну, как вам сказать, живой такой человек. Меня все отдергивают, угомонись, сиди. Если гости приходят, я вечно ношусь. Сядь. Я не могу, подожди, сейчас, сейчас, секундочку, сейчас, секундочку. Ну, я потихонечку прихожу в себя. Вот понимаете, какая штука, говорит, 9 дней пройдет, 40 дней будет легче, полгода пройдет, ничего не легче, абсолютно. Семь лет прошло после Володи, я прихожу. Я из дома ухожу, я говорю, пока, ребят, скоро буду. А ребята, кошка и вулка. Все. Сейчас вот приеду домой, привет, я приехала. Вот так и здороваюсь до сих пор, восьмой год идет. А так, что? Ну, понимаете, какая штука. И, наверное, просто такой характер у меня, что я не могу человека оставить в беде. Я всем помогала. Мною объезжены все госпиталя. Что я только не творила в этих госпиталях. Как они смеялись, как они выздоравливали, как начинали есть. Как улучшалось настроение. Меня таскали с этажа на этаж. Иди туда, иди туда, иди успокойся. Успокойся. И поэтому, наверное, когда вот это... Представляете, из жизни актрисы, тогда в таком расцвете и так далее, выбросить 20 лет. Что бы я за это время наделала? У меня предложение. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Вот. А потом, значит, вот года 3-4 тому назад я потихонечку стала вылезать. Ну, просто новые коллективы. Молодежь. Разные, разные. Просто, чтобы одной не быть. В театр не хочу. Ни за какие ковришки. Не хочу я в эту каторгу. Не хочу. Вот у меня пьес лежит, вот такая вот гора, как только пошло вот это движение, артрепризы вообще. Я от всего этого отказывалась. Не хочу я. Там лишь звонит мне подружка, артистка тоже говорит. Тамарушка, Тамарушка, я на Сахалине. Тамарушка, я на Урале. Ой, Тамарушка, сейчас на Урале, но едем в какой-то городочек, которого нет на карте. Вот. Потом отыграли спектакль, садятся в автобус, едут в другой городишко, который богом забытый, там играют в спектакль. Ужинают, ужинают в автобус и опять в другой город, где что, где поесть, что придется вообще такая жить. Не хочу. Не хочу. Я в свое время столько вообще совершала подвигов. Проточных речках я купалась. В ноябре я купалась в Дону. Ну, группа стоит в шапках-кушанках, в валенках, тулупах. А я в рубашоночке такой, середина Дона. Вот. И режиссер еще, Леня. Главное, это маферно-человеческая картина у меня, монофильм. Единственная у нас вот в Советском Союзе была картина. Я поражаюсь, что до сих пор вообще знают, любят, когда меня видят. Говорят, ой, Тома, так здорово! Волосы вот такие вот длины. Посмотри, говорит, и улыбнись, как будто ты услышала пение петуха. А там никого нет абсолютно. Я говорю, Леня, какой петух? Я сейчас камнем пойду. А камень, какой там камень? Ног не чувствую, рук не чувствую. Ничего, все. Там вагончик для меня был построен для обогрева актрисы. Там кого только не было, кроме актрисы. Потому что местечка не хватало. Как это я выжила после этой картины, даже однажды на Старом Тишинском, из самой рынки, и я прихожу там, обожаю этот плоскут, где продается вот это все. Ой, вот хлебом не кормить какой-то. Вот это вот ерунду вот это. Интересно. И девочка так стоит, стоит и говорит, ой, это вы играли, матерь человеческая? Я говорю, да. А что? И она как-то осторожно так смотрит на меня. А мы думали, что эта артистка с ума сошла. А потом вот это вот выпало у меня с Володей, вот эта история. Когда в первый раз случилось, и привезли в больницу, доктора посмотрели, говорят, ну, Тамара, мы прямо предупреждаем, больше месяца не протянет. А я его вон сколько лет тащила. А инсульт – это такое заболевание, когда... Не то, что они эгоистами становятся пациенты, а это просто сама болезнь. Не понимает. Не дай бог мне, вот на когте вот села вот так, вот так вот. Говорит, ой, лап, а что ты такая грустная? Она мне, ну, ну, ой, да что ты, Володя, это я просто вспоминала. А-а-а, ты че я вспоминала? А что мне трудно? Откуда я эти денежки беру? Откуда все? Я однажды прихожу, сумки ставлю, они один из одной комнаты, Баська другой из другой комнаты, Томочка пришла, Томочка пришла. Вот берет пачку сигарет, Батенька, а смотри-ка, Томочка пришла. Ну, мой, елки, ну, только этого мне не хватало. Он мечтает о мобильном, но боится сказать, боится просто. Думаю, ну, что делать? Какими-то такими, да это я не знаю. Однажды прихожу, то же самое, одни и те же движения, сумки, продукты. Говорю, ой, ребят, я забыла. Слушай, Володенька, вот просили тебе передать. Он увидел этот мобильный, вы бы видели лицо. Это... Он спал с ним. Спал, и там в игры всякие играл. Игры, игры. И я, придурок, чтобы отучить его от телевизора, Купила ему домашний кинотеатр. И когда я приходила, он подгадывал, когда я приходила, Взрыва в квартире со всех сторон. Говорю, Володенька, ну что же такое? Потом приучила я его слушать классическую музыку. Это так ему помогало, даже до такой степени, Когда сидит, говорит, улап, что-то мне очень плохо. Я пойду музыку послушать. 40 минут он слушает свои любимые, там, Рахманина, Моцарт, все равно что. Другое лицо выходит. Абсолютно отдохнувшее, посвежевшее. Наверное, так вот распорядились моей судьбой, Там где-то что-то, Что вот 20 лет из профессии у меня выпало. Конечно, обидно, обидно, жутко. Но, с другой стороны, он не месяц прожил, А там 17 лет. Да. Кино жестокая забава. К ударам будь готов любым. Одним кино приносит славу и огорчение других. Но я могу заверить всех, Мне на кино дуть губы грех. Я целовалась с Михалковой, Любовь к Никите не тая, Спала с красавцем Куравлевым, Бернесу изменяла я, На пляже с Дуровым лежала, Пила с Матвеевым вино, А от Никулина рожала. Как жаль, что все это в кино. Люблю вас. Люблю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...